От компании DonFeng на российском рынке появилась очередная новиночка. Это 7-местный кроссовер DonFeng AX7. Ну, точнее, Fengen AX7. Недавно мы с вами рассматривали AX5. Тот был 5-местный. Этот, соответственно, раз Fengen AX7, значит 7-местный. На что стоит обратить внимание в данном автомобиле? Это, конечно же, на его опционал. Он нафарширован, можно сказать, по полной. Есть адаптивный круиз-контроль. Есть система удержания в полосе движения. Есть экстренное торможение перед препятствием. Светодиодная оптика, что немаловажно. В нижней части расположились противотуманки. Также видим изящную решетку радиатора с 3D-дизайном. В боковых зеркалах датчики мониторинга слепых зон сзади. Есть камеры кругового обзора 360 градусов, без ключевой доступ. Рейлинги на крыше плюс панорамная крыша с электролюком. Акулий плавник. В заднем бампере также присутствуют датчики парговки. Пятая дверь на автомобиле. Открываем с электроприводом. Багажник довольно-таки большой. Три вида сидений. Сейчас третий ряд сложен. Спинки второго ряда сидений складываются в ровный пол с третьим рядом. Сейчас обязательно посмотрим, как это все происходит. Угол наклона спинки на третьем ряду регулируется. Плюс здесь есть подголовник, который можно поднимать, отпускать. Поднимаем еще одну сидушку. Видим розетку на 12 вольт. Есть плафон освещения с физическим включением. Под фальшполом шторка багажного отделения. Жилет. Набор инструментов. Баллонный ключ. Домкрат. И есть у нас еще знак аварийной остановки. Запасное колесо расположилось в задней части кузова автомобиля. Закрыта пластиковой защитой. Вот смотрите. Запаска здесь. И теперь пойдемте присядем на третий ряд. Посмотрим, удобно ли на третьем ряду сидеть. Двигаем сидушку. И можем пройти на третий ряд. Вот такая здесь у нас обстановка. На что стоит обратить внимание, располагается на третьем ряду. Это, конечно же, на возможность спрятать ноги под второй ряд. Здесь такая возможность присутствует. Дальше видим подстаканники. Видим дефектора климатической системы. Они свободненько у нас дотягиваются до третьего ряда. Есть подушки безопасности в задних стойках. Аэробэк. Подушки безопасности есть в средних стойках. И подушки безопасности у нас есть в фронтальной и в передних сидушках. Получается раз, два, три, четыре, восемь подушек безопасности. Сиденье второго ряда мы можем двигать вперед-назад и регулировать угол наклона спинки. В подлокотнике есть подстаканники. Но подлокотник, кстати, почему-то у нас странно заваливается вниз. Возможно, регулируется. Возможно, нужно спинку отодвинуть немножко назад. И тогда он будет как бы попрямее. Ровный пол. Тоннельная часть не выпирает. В задней части переднего подлокотника расположился USB-слот. Вот здесь вот. Раз. Дальше органайзер. Управление климатом. Точнее, управление потоком воздуха. Однерка, двойка и тройка. И можно вообще его выключить. Кармашки. Отделка пастиком. Крыша панорамная с электролюком. Потолок черный. Ткань. Ручки с доводчиком. Есть также плафонное освещение. Включается физическим нажатием. Механическим. Вид на дверную карту со стороны второго ряда. Здесь у нас отделка мягким винилом. Строчка натуральная. Вставка из пластика под карбон. Здесь вставка из эко-кожи. Белая строчка. Присутствует интерьерная подсветка. Вот сейчас мы ее видим. Дальше. Динамика аудиосистемы. Отделка пластиком. Дверь закрывает линию порога. Установлен уплотнитель. Раз, два. В общем, все как обычно. На задней оси, пока мы здесь, видим, что установлены фетровые подкрылки. Легкосплавные колесные диски двадцатые. Дорожный просвет сколько? Укажу под видео. Переходите, смотрите. Там будут все точные цифры. Кресло переднего пассажира регулируется за счет электрических регулировок в четырех направлениях. Сидушка с перфорацией, с подогревом. Подушка безопасности в сидении присутствует. И, как я вам говорил, в боковых стойках тоже есть подушки безопасности. Ремни регулируются по высоте. Дальше. Фронтальные подушки. И еще в стойках есть подушки. Вот эти подушки я не посчитал. Получается, десять подушек безопасности в данном автомобиле. Центральная консоль не парящая. Крышка перчаточного ящика с микролифтом. Так, под капотом. Капот открывается двойным нажатием на рычаг. Смотрим, что здесь стоит обратить внимание. Это, конечно же, то, что здесь полностью все закрыто пластиком. Есть резинка, которая препятствует попаданию грязи в моторный отсек. Установлены газовые упоры. Сделана шумоизоляция дополнительная. Двигатель 2.0. 231 лошадиная сила. Работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод полный. Аккумуляторная батарея расположилась здесь. Я уже заглянул, посмотрел. Она на 70 ампер часов. Доступ к омывайке открыт. Здесь у нас охлаждающая жидкость. И здесь еще что-то тоже расположилось. Теперь пойдемте на рабочее место водителя. Посмотрим, как устроена обстановка за рулем. Бесключевой доступ. Вид на дверную карту со стороны водителя. Здесь также спиненный винил. Эко-кожа-белая строчка. Пульт управления боковыми зеркалами и электростеклоподъемниками совмещен вместе. Боковые зеркала у нас с функцией электроскладывания. Кресло водителя с памятью настроек в трех позициях регулируется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, восемь направлений. Еще регулируется поясничный подпор. Почему восемь? Объясняю. Видите, подушку в передней части можно поднимать. И все сидение можно поднимать. Плюс двигаем его вперед-назад и регулируем угол наклона спинки. Здесь регулируется поясничный подпор. Здесь память. Трех позициях. Обычный щиток приборов, да? Не цифровая приборная панель. По мне, вот такие приборы намного лучше, намного информативнее. И привычнее глазу. Есть проекционное лобовое стекло. Верхняя часть панели приборов отделана винилом спиннином. Здесь ставка из пластика под карбон. Нижняя часть оформлена пластиком. Старт-стоп. Мультимедийная система. Сразу же смотрим на русском языке. Машина русифицирована. Есть камера кровообзора 360 градусов. Вид слева, вид справа, вид сзади. Камера сзади с линией динамической разметки. Можем настроить кондиционер. И кондиционер также есть управление кондиционером, расположенное снизу. Можно управлять через мультимедиа потоками воздуха и температурой. А можно управлять вот здесь. Сенсором делать больше и меньше. Двухзонная климатическая система. Сидушки переднего ряда с подогревом и с вентиляцией. Подогрев и вентиляция трехдиапазонный. У водителя и у пассажира. Селектор АКПП. Коробка шестиступенчатая. Без подрулевых лепестков переключения передач. Двигатель. 2.0 231 лошадиная сила. Привод полный. Есть принудительный полный привод. Нажимаем. 4 лок. Все. 4 ВД полный привод. Можно двигаться на 2 ВД. Удержание в полосе движения. Тоже так же присутствует. Адаптивный круиз-контроль. Рулевое колесо отделано кожей. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету. Электромеханический ручник системы AutoHold. Помощь на спусках. Отключение партроников. Есть несколько режимов езды. Спортивный. Так читаем. Нормальный. Экономичный. Спортивный. Три режима езды. Здесь расположились ключи от автомобиля. Прикуриватель. И к прикуривателю идет вот такая вот пепельница. Плюс два подстаканника. В нише подлокотника беспроводная зарядка для телефонов. Вот здесь где подсветка. Есть USB слот. Есть разъем AUX. Резиновые коврики. Верхняя часть подлокотника отделана эко-кожей. Белая строчка. В козырьке пассажира зеркало с подсветкой. Здесь у нас очечник управления панорамой. Сразу же нажимаем. Смотрим есть ли сетка. Сетка есть. Также давайте закроем. Плюс видим включатели света механические. В козырьке водителя зеркало присутствует. Из нюансов что можно отметить? Да в принципе ничего. Единственный нюанс нету теплых опций на втором ряду. И на третьем ряду нету подогрева. А климатическая система все-таки двухзонная. И свободно дотягивается до третьего ряда дефлектора. Видите, над вторым рядом. И дефлектора на третьем рядом сидений присутствуют. Здесь у нас управление мультимедийной системой шайбы. Можем подключить телефон. Можем послушать свой носитель. Ну и также, я думаю, тут можно транслировать навигацию с телефона. Продается в Fengen 7 именно этот автомобиль за 3 миллиона 990 тысяч рублей. Что мы получаем за эти деньги? Это 2.0, 231 лошадиная силы, 6-ступенчатый автомат, полный привод, 7 посадочных мест. Кто конкурент в 4 миллиона рублей? Кого мы можем купить за 4 миллиона рублей? Это Gag GS8, Chiri TIGA 8 Pro. Ну и все, пожалуй, все, друзья. Больше конкурентов у этого автомобиля нет. Как вам новиночка? Очередной герой из Китая? Напишите в комментариях. Вместе подискутируем. Все ушло в комментарии. До новых встреч!